Война. Это всегда страшно и печально. Война это не только смерть людей, а большие финансовые потери. Только в 20 веке более 150 миллионов человек потеряли свои жизни именно из-за войны. Сегодня военные державы мира легко тратят триллионы долларов каждый год на поддержание и улучшение своих армий. В мире больше 60 миллионов только одних военных, не считая технику и так далее. Лидеры Китай, Индия, США, КНДР, Россия. Несмотря на такое огромное количество затрат на расходы армии, на самом деле, друзья, в мире существуют страны, которые как бы отказались от своих армий. Да, они решили идти другим путем. То есть им своя армия не нужна. Некоторых защищают более сильные страны, некоторые как бы остаются беззащитные практически. Собственно, это рай для стран-агрессоров. Вот вам лакомые кусочки, захватывайте. Но почему-то их все же не захватывают. Давайте-ка сегодня я вам расскажу про несколько таких вот стран. Их достаточно много на самом деле. Которые отказались от своих армий. И живут себе, кстати, неплохо. Даже многие страны получше, чем мы живут. Как это происходит и что это за страны. Давайте разбираться, сейчас все узнаете. Погнали! Итак, начнем мы со страны малыша, Андорры. Народ Андорры имеет небольшое количество военных, которые выполняют чисто церемониальные функции. Чтобы защитить себя от внешних угроз, страна подписала договор со странами-соседями, Франция и Испания. Силы НАТО также защитят эту страну в случае необходимости. Андорра имеет небольшую военизированную часть, но она является частью национальной полиции. У Старика. После гражданской войны в 1948 году президент Хосе Феррер распустил свою армию. В 1949 году он добавил запрет на создание постоянной армии в стране и закрепил Конституцию Коста-Рики. У этой южноамериканской страны есть силы безопасности для общественности, но их обязанности распространяются только на территории государства. Коста-Рика также имеет значительные и хорошо обученные военные части, гражданские и сельские подразделения охраны и пограничную полицию безопасности. Доминика. После попытки военного переворота в 1981 году правительство Доминики распустило свои вооруженные силы. В настоящее время внешняя безопасность является обязанностью региональной системы безопасности, которая сформирована островами-государствами Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Люси, Барбадос, Гренада, Сент-Винсент, Гренадины, Сент-Кидз и Невис. В общем, все друг друга, так сказать, охраняют. В Исландии также нет армии. В этой стране армия существовала, но до 1869 года. После периода незащищенности страна подписала соглашение с США для поддержания сил обороны Исландии. И с 1951 по 2006 там находилась американская военная база. На данный же момент Исландия имеет военные экспедиционные силы по поддержанию мира, который называется блок кризисного реагирования Исландии, которая, между прочим, является активной частью НАТО. Коллеги-члены НАТО по очереди охраняют воздушное пространство Исландии. Страна также имеет свою собственную систему ПВО, вооруженную береговую охрану, тактическую полицию, что означает, что несмотря на отсутствие армии, Исландия далеко не беззащитна, как кажется. Лихтенштейн. Княжество считается одной из самых богатых стран в мире, и поэтому удивительно, что Лихтенштейн расформировал свою армию еще в далеком 1868 году, потому что ее содержание считалось слишком дорогостоящим. Но существует положение для формирования армии, если вдруг страна будет находиться под угрозой войны. Пока такой ситуации никогда не возникало. Внутренняя же безопасность находится в ведении полиции и спецназа. То есть теоретически Лихтенштейн может любая страна захватить. Монако. Армии Монако нет еще с далекого 17 века. Тем не менее, страна по-прежнему имеет две небольшие военные части, одна из которых защищает Роялти и судебную систему, а вторая занимается тушением пожаров и внутренней гражданской безопасности. Также существует национальная полиция в количестве до 300 человек. Внешней же защитой Монако занимается Франция. Так что если вы решите захватить Монако, то придется столкнуться с французами. Еще одно небольшое государство – Сан-Марина. На самом деле Сан-Марина имеет очень небольшую военную часть, обязанности которой носят торжественный характер, не военные. Сан-Марина также имеет небольшую, но хорошо вооруженную полицию. Эта маленькая страна полностью зависит от Италии и в вопросах национальной обороны. Италия по сути защищает внешние границы Сан-Марина. Если вдруг кто решит напасть, то итальянцы будут защищать. Ну и пожалуй самая маленькая страна в мире, о которой часто я рассказывал в своих видео – Ватикан. Ватикан – две военные единицы самой маленькой страны в мире, а именно Палатинская гвардия и Дворянская гвардия, были расформированы еще в 1970 году. С тех пор Папская и Швейцарская гвардия и Жандармейский корпус ответственны за внутреннюю безопасность страны. Ватикан является нейтральным государством, но существует неофициальный договор с Италией об обороне. Ограниченные силы безопасности Ватикана не предназначены для ведения войны. Их задачи прежде всего включают правоохранительную функцию, охрану границ и борьбу с контрабандой. На самом деле, друзья, таких стран еще много. По большей части, конечно, это какие-то маленькие островные государства, которые не имеют своей армии, но большая часть из них является, так сказать, под защитой, находятся Америки или каких-либо других стран. В основном, конечно, Америки. Поэтому, если вдруг вы, так сказать, агрессор, диктатор и хотите новые земли кого-то захватить, то, судя по тому, что мы сегодня с вами узнали, самый лакомый кусочек – это у нас Лихтенштейн. Остальные большинство стран находятся под теми или иными странами, так сказать, под защитой. Вот такие дела. Видите, Лихтенштейн отказался от армии, никто их не захватывает, прекрасно себе живут, денег много, хорошие зарплаты, жизнь хорошая. Может быть, не всегда армия большая нужна. Как вы считаете? Напишите в комментариях. А у меня на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Bizarre World и увидимся в следующем выпуске. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok